Всем привет! Меня зовут Александр. А меня Ярослав. Не волнуйтесь, с Денисом и Филиппом все в порядке, а в студии твоего игрового мы оказались на самом деле по вашей просьбе. Недавно на канале выходил летсплей по игре Cardfight Vanguard, и сегодня мы пришли, чтобы рассказать о ней подробнее. Карточные бои Vanguard — это японская коллекционная карточная игра, выпущенная компанией Bushroad в 2011 году. Несмотря на то, что она является довольно молодой игрой на фоне такого мастодонта, как Magic the Gathering, она уже успела полюбиться многим игрокам по всему миру. Каждый год по всему миру проходят турниры самых разных уровней — от локальных магазинных турниров, которые проходят во всех городах, до чемпионата мира, который проходит в Японии в феврале. На данный момент игра активно развивается, каждый месяц выходят новые наборы карт, периодически выпускаются триальные колоды, уже предсобранные и готовые к игре, а также каждую неделю выходит новая серия аниме, которая была запущена в поддержку игры, из которого вы можете узнать базовые правила игры, а также посмотреть в действии новые карты. Прежде чем начать говорить о правилах, мы расскажем вам об игровых форматах. На данный момент в Vanguard таких два — это Standard и Premium Standard. Формат Standard еще очень молод, он появился всего год назад. Это достаточно простой в освоении режим, рекомендованный начинающим. Тексты способностей упрощены, механика карт не так много, поэтому начать играть очень легко. Формат Premium Standard — продвинутый уровень. В нем можно играть любыми вышедшими картами, и представляется расширенный набор механика правил, а также гораздо большее количество вариантов взаимодействия с оппонентами. В этом видео мы будем рассматривать правила формата Standard. Если вы хотите, чтобы мы рассказали об отличиях Premium Standard, пишите об этом в комментариях. Авангард — это в первую очередь дуэльная игра, целью которой является победа над оппонентом. Достигнуть этого вы можете тремя способами. Нанести авангарду оппонента шестой урон, либо когда в колоде оппонента заканчиваются карты, либо если вы разыгрываете способность карты, которая предписывает вам победить или оппоненту проиграть. Игра происходит на специальном игровом поле. Иметь его для игры не обязательно, но нужно четко его себе представлять, потому что в авангарде размещение карт имеет ключевое значение. У каждого игрока на поле есть 7 кругов. Один круг авангарда, 5 кругов арьергардов и один защитный круг. Также у каждого игрока есть зона колоды, где он хранит свою колоду во время партии, зона сброса, где находятся отыгравшие карты, зона урона, куда складываются карты, которые отсчитывают ваши повреждения, и зона триггеров, куда кладутся карты во время проверок триггеров. Итак, для того, чтобы начать играть в авангард, вам понадобится колода, состоящая ровно из 50 карт. Эта колода должна включать в себя 34 норма у юнита и 16 триггер юнитов. При этом одноименных карт в колоде не может быть более 4. Также существуют и другие ограничения по использованию карт. Обычно они отображаются в тексте карт, поэтому будьте особенно внимательны при составлении вашей колоды. Основной показатель карты – это ее сила. Если в бою сила вашего юнита выше или равна силе юнита оппонента, атака успешна. Второй важный показатель – это щит. Когда ваш юнит атакован, вы можете добавить карты из руки в круг защиты, и показатели их щита будут добавлены к силе вашего юнита. Таким образом, если сила вашего юнита станет больше, чем сила атакующего, атака будет заблокирована. Следующий параметр – это ранг. В игре всего 5 рангов – от нулевого до четвертого. Сейчас здесь представлены карты с нулевого по третий ранг, которые используются во всех колодах. Ранг определяет то, как быстро вы можете разыграть ту или иную карту. В авангарде нет стоимости призыва юнитов на поле, но ранг авангарда можно повышать заход только на один, а рьергарды не должны быть рангом выше, чем ваш авангард. Каждому рангу присущи свои способности. Ранги нулевой и первой обладают поддержкой – буст, которая позволяет усиливать атаки. Второй ранг обладает перехватом – интерсепт, позволяющим использовать их щиты не только из руки, но и из арьергардов. Третьи и четвертые ранги – сильнейшие авангарды. Они получают дополнительную проверку трегеров при атаке – твин драйв, а некоторые из них обладают могущественными дарами – imaginary gift. Также некоторые нулевые ранги обладают треггерами. На каждой карте указан клан. Всего в игре 24 клана, и в свою колоду вы можете брать только карты, принадлежащие к одному из них. Например, этот дракон принадлежит клану Нубатама. Также у каждой карты есть показатель расы, на которую могут ссылаться некоторые способности, и показатель крита, который показывает, сколько урона юнит наносит при успешной атаке на авангард. Одна из ключевых механик авангарда – это триггеры. В правом верхнем углу карты триггер юнита можно увидеть одну из четырех иконок триггера – хил, критикал, дро и фронт. Каждый из них может добавить 10 тысяч силы одному вашему юниту до конца хода, а также произвести один из следующих эффектов – хил. Если у вас в зоне урона столько же или больше карт, чем у оппонента, выберите одну карту из своей зоны урона и поместите ее в сброс. Критикал. Выберите одного вашего юнита. До конца хода его атаки наносят на один урон больше. Дро. Возьмите одну карту. Фронт. Вместо одного вашего юнита все юниты в вашем переднем ряду получают 10 тысяч силы до конца хода. Эффекты триггеров не могут быть использованы из руки или с поля. Они активируются из зоны триггеров при проверке эффектов. Такие проверки проходятся в двух случаях. Когда вы атакуете авангардом, в этом случае вы делаете столько проверок, сколько их есть у вашего авангарда до третьего ранга. Это одна проверка, у третьего или выше две. Количество проверок можно увеличивать или уменьшать эффектами некоторых карт. Все карты, показанные в таких проверках, добавляются вам в руку. Выглядит это так. Когда вы атакуете вашим авангардом, после того, как оппонент решил защищаться или нет, вы открываете верхнюю карту и кладете ее в зону триггеров. Если у нее есть иконка триггера, она срабатывает и вы можете применить ее эффект. Это повторяется столько раз, сколько проверок у вашего авангарда. Также, когда ваш авангард получает урон, вы проходите проверку триггера. В этом случае количество проверок равно количеству получаемого урона. Вы точно так же открываете верхнюю карту своей колоды, кладете ее в зону триггеров. Если в этот момент у карты есть иконка триггера, вы можете применить ее эффект. Все карты, полученные в подобных проверках, откладываются в зону урона. Когда у вас набирается здесь 6, вы проигрываете партию. Также, одной из ключевых механик является механика даров. На некоторых картах третьего и четвертого ранга есть иконки даров. Когда вы помещаете такую карту в круг авангарда, вы получаете маркер дара. Всего существует три варианта даров, которые привязаны к кланам. Протект при получении добавляется в вашу руку. Может использоваться при защите, чтобы заблокировать любую атаку. Форс при получении добавляется в круг авангарда. Юнит в таком кругу получает прибавку в 10 тысяч силы в течение вашего хода. При повторном получении такой маркер может быть добавлен в круг как с маркером, так и без него. Если к кругу привязаны несколько маркеров, усиления от них складываются. Аксель при получении добавляется на поле в качестве дополнительного круга ревергарда в переднем ряду. Юнит в таком кругу получает прибавку в 10 тысяч силы в течение вашего хода. Теперь мы покажем на практике как работает все то, о чем мы вам рассказали. Хочу напомнить, что подобное поле находится на стороне каждого игрока, но в демонстрационной партии мы используем одно. Для начала нужно подготовиться. Вы откладываете в сторону ваши маркеры даров и выбираете из колоды одну карту нулевого ранга, которая будет вашим стартовым авангардом. Вы кладете эту карту в закрытую в круг авангарда. Вы можете выбрать любую карту нулевого ранга, но обычно в колодах есть специальная карта, которая при сборе колоды закладывается для того, чтобы быть стартовым авангардом. После этого колоды перемешиваются и каждый игрок берет сверху колоды пять карт. В идеале в вашей стартовой руке для комфортной игры вам нужно иметь карты первого, второго и третьего ранга и не иметь карт триггеров. Для того, чтобы оптимизировать вашу руку, вы можете один раз в начале партии сделать мулиган. Вы выбираете любое количество ненужных вам карт из руки и кладете их вниз колоды. После чего берете сверху колоды столько карт, сколько убрали и перемешиваете колоды. Приготовления завершены и можно начинать играть. Мы одновременно открываем свои стартовые авангарды и партия начинается. В этой партии я буду ходить первым. В начале хода игрок берет карту. После этого я могу сделать смену авангарда. Для этого я выбираю из руки карту с грейдом на единицу выше или такую же как у моего авангарда и кладу ее сверху. Это называется смена авангарда. Карты, которые были в авангарде до этого остаются под авангардом в так называемой зоне души. она используется для оплаты некоторых способностей и важна для некоторых кланов. После смены я перехожу в основную фазу, где я могу совершать призыв юнитов из руки в арьер гард, если ранг призываемых не превышает ранга моего авангарда. Но на первом ходу я делать этого не буду и после этого я перехожу в фазу атаки, но у первого игрока на его первом ходу фаза атаки пропускается и я передаю ход оппоненту. Он берет карту за ход и делает смену на карту первого ранга. После этого в главной фазу он может призывать карты из руки в арьер гард, если их ранг не превосходит ранга авангарда. После того, как игрок закончил с призывами, он переходит в атаку. Для того, чтобы атаковать, вы выбираете юнита в своем переднем ряду и поворачиваете его. После этого вы выбираете карту в переднем ряду у вашего оппонента и выбираете ее целью для атаки. После этого защищающийся игрок может предложить защиту. Если он этого не делает, мы переходим к шагу урона. На шаге урона сила атакующего и сила атакованного сравниваются. Если атакующий по силе равен или сильнее того, кого он атакует, атака проходит успешно. В данном случае у арьергарда оппонента 8000 силы и у моего атакованного авангарда также 8000 силы. В этом случае атака проходит и так как это была атака по авангарду, я должен выполнить проверку на триггеры и получить одну единицу урона, равную критическому нападающему. Я открываю верхнюю карту своей колоды и проверяю ее на наличие иконки триггера. У меня есть триггер, соответственно я могу активировать его эффект. Я даю 10000 силы своему авангарду, потому что других юнитов на поле у меня нет. Также в этой ситуации я мог бы так как это исцеляющий триггер, я мог бы исцелить урон, если бы он у меня был. И если бы у меня урона было столько же или больше, чем у оппонента. Но в данной ситуации при счете 0-0 ничего не происходит и карта полученная в проверке триггеров в данной ситуации откладывается в зону урона. Я получил первый урон, если я получу еще 5, я проиграю. Но теперь у моего авангарда 18000 силы до конца хода. И если оппонент будет атаковать своим авангардом и не получит проверку в проверке триггер атака не пройдет. Тем не менее, авангардом стоит атаковать в любом случае, потому как карта, показанная в проверке атаки вашего авангарда добавляется к вам в руку. Я выбираю не защищаться и оппонент открывает верхнюю карту своей колоды. Триггера нет, урон я не получаю, потому что мой авангард сильнее авангарда оппонента, но карту в руку оппонент все равно получает. После того, как вы сделали все атаки, ваш ход заканчивается. Начинается мой ход, я беру карту. После этого я делаю смену на карту второго ранга. Теперь я могу призывать карты нулевого, первого и второго ранга. я призову двух ведьм. Колонки на поле между собой связаны. Это важно, когда вы идете в атаку. Если у вас в заднем ряду за тем, кто атакует, находится юнит со способностью поддержки, вы можете повернуть его и их сила сложится. Таким образом вы можете усиливать ваши атаки. Соответственно, я атакую своими арьергардами авангард оппонента. Сила 10 тысяч плюс 6 тысяч от поддержки это 16 тысяч против 8. Здесь оппонент может выбрать защищаться и для этого он кладет карты в круг защиты из своей руки. И их щит добавляется к силе атаки того, кого я атакую. Соответственно, сейчас у авангарда оппонента 8 и щит карты в круге защиты 20. Суммарно его сила 28 тысяч. И теперь атака надежно заблокирована. Карточки, использованные для защиты, из круга защиты убираются в зону сброса. Дальше я продолжаю атаку своим авангардом и выбираю целью атаки его авангард. Оппонент выбирает не защищаться и так как я атакую своим авангардом я выполняю проверку на триггер. У меня нет триггера, ничего не происходит, карта из зоны триггеров добавляется мне в руку. Так как у меня 10 тысяч атаки а у оппонента 8, он получает урон равный критическому моего авангарда, то есть 1. Он открывает верхнюю карту своей колоды и обнаруживает там триггер взятия карты. Как только он попадается, вы должны дать 10 тысяч атаки одному своему юниту до конца хода, а также взять карту. После этого карта, показанная в проверке урона, откладывается в зону урона. Я закончил со своими атаками и на этом мой ход окончен. В начале хода оппонент разворачивает все свои карты и берет карту за ход. После этого он делает смену на следующий ранг. Затем он может призывать арьер-гарды точно так же нулевого, первого и второго ранга. Он призывает карту второго ранга, но у нее нет способности поддержки, но зато способность поддержки есть у юнита у него в переднем ряду. В рамках одной колонки юнитов можно двигать или менять местами. Соответственно сейчас оппонент меняет местами юнитов первого и второго ранга в одной колонке для того, чтобы получить более эффективную атакующую силу. После этого оппонент заканчивает с призывами и переходит к атаке. Он точно так же атакует при поддержке, выбирая целью мой рир-гард. Выбирать целью для атаки можно любую карту в переднем ряду. Если атакован арьер-гард и атака по нему успешна, он убирается с поля в сброс и урон при этом не наносится. Я выбираю не защищать своего арьер-гарда и он отправляется в зону сброса. Далее оппонент продолжает атаку авангарда против моего авангарда. Сила атаки моего авангарда 10 тысяч, а сила авангарда оппонента 9 тысяч. Сейчас если оппонент не получит триггер, его атака не пройдет, но он все равно получит карту. Я выбираю не защищаться, оппонент открывает верхнюю карту своей колоды. Он обнаруживает там триггер взятия карты. Он может усилить одного своего юнита на 10 тысяч до конца хода и взять одну карту из колоды. Теперь карта из зоны триггеров добавляется в руку. Теперь на шаге урона сила его атакующего стала больше, чем моя сила. Таким образом я получаю урон, равный количеству критических у атакующего, то есть один. Я открываю одну верхнюю карту своей колоды, триггеров нет. Карта полученная в проверке урона отправляется в зону урона. Теперь все атаки оппонента закончены и наступает мой ход. Я разворачиваю все повернутые карты и беру одну карту заход. Теперь я могу сделать смену на карту третьего ранга. У карты третьего ранга, на которую я сменился, есть маркер гифта. Я беру любой маркер дара из числа своих маркеров и могу добавить ее в любой свой круг. Я прикрепляю его к кругу арьергарда. Маркеры передвигать на поле нельзя. Вы можете передвигать юнитов из круга с маркером в круг без маркера, но при этом усиление теряется. Я передвигаю ведьму вперед и теперь она получает усиление от маркера форс. И также я призываю еще две карты первого ранга в арьергарды в одну колонку. Теперь я могу атаковать. Я атакую колонкой арьергардов, их сила складывается 8 плюс 6 6 плюс 8 равно 14. Я выбираю целью атаки авангард оппонента. Оппонент выбирает защищаться и кладет карту в круг защиты. Теперь его щит добавляется к силе его атаки. Суммарная сила 19 против моих 14 атака успешно заблокирована. После этого я выбираю атаковать авангард своим авангардом. Моя сила 13 тысяч против 9 тысяч оппонента. Оппонент выбирает не защищаться и я делаю проверку атаки. Так как у меня авангард третьего ранга он выполняет две проверки но каждая из них делается по очереди. Я открываю сначала одну верхнюю карту своей колоды и кладу ее в зону триггеров. У нее нет триггера ничего не происходит и карта добавляется мне в руку. После чего я выполняю вторую. У второй карты тоже триггеров нет она добавляется мне в руку. Моя сила на шаге урона все еще больше силы оппонента и оппонент получает урон. триггеров нет карта отправляется в зону урона. После этого я выбираю атаковать ведьмой. У нее 6000 атаки но она получает 10000 силы на моем ходу от марки радара. Я выбираю атаковать риггард. У меня 16 у оппонента 8. Оппонент выбирает защищаться. добавляя 15000 щита к силе своей атаки он успешно блокирует этот удар. После чего защитники отправляются в сброс. На этом мой ход окончен. Оппонент разворачивает все свои карты и берет карту за ход. После этого оппонент делает смену на третий ранг. У оппонента нет в руке карты третьего ранга, поэтому он может воспользоваться так называемой поддержкой. Он показывает все карты из своей руки, давая мне убедиться, что у него нет карты для смены. После этого он смотрит пять верхних карт своей колоды. Если он найдет там нужную по рангу карту, он может показать ее и взять в руку. Остальные карты замешиваются. если за поддержку вы берете карту, вы должны выбрать две карты из своей руки и убрать их из игры. До конца партии вы больше не можете их использовать. После этого оппонент делает смену на третий ранг. его третий ранг не обладает маркером дара, на этом этапе больше ничего не происходит. Дальше оппонент может призывать карты нулевого, первого, второго и третьего ранга из руки. в большинстве колод после того, как вы получаете авангард третьего ранга, вы можете использовать все карты, которые могут попасться вам из колоды. Оппонент не будет ничего призывать и перейдет к атаке. он выбирает атаковать своим авангардом мой рьергард, усиленный на моем ходу маркером дара. Я выбираю защищать своего рьергарда и кладу карты из руки в круг защиты. Я могу положить сколько угодно карт за один раз для того, чтобы добавить нужное количество щитов. но в данном случае я буду использовать одну карту. Я добавляю 15 тысяч щита к силе своего арьергарда. У меня получается суммарная сила 21 тысяча против 11 тысяч оппонента. Оппонент выполняет проверку триггеров. В первой проверке у него ничего не попалось. Он забирает эту карту себе и ничего не происходит. Во второй проверке он получает триггер. Это критический триггер. Он может усилить одного юнита на поле на 10 тысяч до конца хода. Оппонент выбирает передать силу арьергарду. Также оппонент может выбрать одного своего юнита и увеличить урон критический наносимый этим юнитом на единицу до конца хода. Он также выбирает усиленного арьергарда. Эта атака успешно заблокирована и мой защитник отправляется в сброс. Оппонент продолжает атаку, атакуя своим арьергардом при поддержке мой авангард. Сейчас суммарная сила арьергарда атакующего 26000. арьергарда я не блокирует эту атаку я получу два урона потому что критический атакующего равен двум. Я выбираю не защищаться от этой атаки и получаю два урона. Так же как при двойной проверке атаки в двойной проверке урона проверки делаются по очереди. Я открываю первую карту и проверяю ее на наличие триггера. иконки триггера нет ничего не происходит карта уходит в зону урона. После чего я открываю вторую у нее также нет триггера и эта карта также уходит в зону урона. После этого атаки оппонента завершены и его ход на этом заканчивается. Дальше игра продолжается до тех пор пока у кого нибудь не окажется в зоне урона 6 карт. Такой игрок проиграет свою партию. Это все что касается базовых правил. Если это видео вам понравится мы более подробно расскажем об использовании способности карт и покажем полноценный игровой процесс. Мы сняли это видео для привлечения внимания к авангарду. Сейчас в нескольких городах России активно проводятся неофициальные мероприятия такие как игровые встречи и турниры. По ссылке в описании вы найдете группу с информацией обо всех городских сообществах России. Но если вы не найдете там свой город не отчаивайтесь вы можете написать нам личку и мы поможем вам с организацией сообщества в вашем городе. С вами были Александр и Ярослав. До новых встреч. До новых встреч.